Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Эд Ньюс ТВ, журналист Фуад Аббасов, и сегодня у нас гость из Швеции, Анар Мамедов, гражданин Швеции, Великобритании, родился в Азербайджане, очень хорошо знает географию европейских стран, особенно западноевропейских стран, и сегодня мы будем говорить об отношении Швеции к Азербайджану, к тюркскому миру, и будем общаться о многих темах. Самое главное, что у нас чай с лимоном на лето, и мы в лучших традициях азербайджанского гостеприимства приветствуем Анара Мамедова. Здравствуй, Анар. Здравствуйте, здравствуйте, я азербайджанский народ, я Азербайджан. Анар, Швеция долгие годы сохраняла нейтралитет, и только после войны в Украине Швеция решила вступить в НАТО, и единственная страна, которая препятствовала этому, это была Турция. Но после договоренности с Турцией, Швеция наконец-то вступила в НАТО, и можно сказать, что потеряла свой нейтралитет. Сейчас Швеция является участником Североатлантического альянса. Но к Азербайджану в Швеции отношение неоднозначено. Мы это увидели когда? 14 февраля, когда весь мир отмечал День всех влюбленных, а мы, как азербайджанский народ, выражали свою любовь к нашему президенту Ильхаму Алиеву. И Ильхам Алиев проводил инаугурацию в парламенте Азербайджана. В этот же день, 14 февраля, в парламенте Швеции двое депутатов из разных фракций, то есть из либералов и из левых фракций или партий, выступили против Азербайджана критической речью. Они критиковали Азербайджан из-за диктатурного режима, из-за того, что когда-то в 2009 году во время Евровидения какое-то там событие произошло. То есть где-то в истории находили кое-какие причины для того, чтобы критиковать Азербайджан. До сих пор такой критики в адрес Азербайджана со стороны Швеции не было. Вот мы бы хотели от вас услышать, что происходит в Швеции, что происходит в умах либералов и левых партий. Вот об этом хочу сначала, это только для начала, потом продолжим с вами. Да, я тоже в курсе смотрел этот дебат. Дебат фактически, так как это мой родной язык. Почему либералы и некоторые чиновники из либералов имеют такое теплое отношение к Азербайджану и руководству Азербайджана. Сама диалог не был конструктивным, так как доводы были два тотально абсурдные со стороны коммунистов. Это почему во время Евровидения кто-то из ваших граждан проголосовал за Армению. Потому что здесь можно открыть парантез, что если даже Швеция будет враждобной страной с Норвегией или с каким-то соседом, кто же то же самое из граждан Швеции это сделает, Швеция, то же самое спецслужбы Швеции придут постучать к этому человеку и скажут, в чем дело. Даже такое могу есть факты из истории принести, чтобы люди немножко знали историю. У нас самый большой Бельман есть, 1637 год, новель писал, всемирно известный Бельман. В то время Норвегия и Швеция воевала, и Бельман поехал из Швеции в Норвегию, чтобы Нобель какие-то вещи написать. Его поймали, посадили, пять месяцев в тюрьме было. Почему ты ехал в Норвегию, если не ошибаюсь, 1638 год. То есть вы одобряете действия азербайджанских властей по отношению к враждебному государству, когда тогда 20 человек или 30 человек проголосовали за Армению. То есть это нормальное явление, это цели безопасности. И даже если в этой стране у вас спецслужбы этого не делали, мы абсурд посмотрели бы. Да, это было бы абсурдно, потому что мы тогда, даже и сейчас находимся в состоянии войны, у нас нет мирного договора. Но тогда во время дебатов в парламенте Швеции некому было говорить эти слова. То есть некому было апеллировать этим людям. Они говорили, и никто их даже и не перебивал. Они говорили так, что это наш парламент, что хотим, то и говорим. Это понятно. То есть с другой стороны, а почему вот именно сейчас, именно 14 февраля во время инаугурации президента Азербайджана, они возникли и выступили, а до этого они не делали. Они это могли делать 13 февраля, 16 февраля. Они могли это делать год назад, когда, допустим, Азербайджан освобождался в 2020 году. Или же когда Азербайджан проводил совершенно демократическим, добровольным путем армянских жителей из Карабаха. А почему именно 14 февраля? Это какой-то заказ. Почему они именно вот эту дату выбрали, по-вашему? Детали точно не знаю, но предполагать можно несколько вариантов. Первое, некоторые партийцы наши приняли враждебную сторону по отношению к вам. До этого я слышал, что вы сами вышли из Европейского парламента в Страсбурге, так как вы почувствовали против вас неправильные позиции, многие страны занимают. Факторов много, но почему именно наши коммунисты это сделали, это неизвестно. Но плюс в том, что аргументы, доводы их не были абсурд. И ваши друзья, в данном случае либералы, полностью на их хорошие вопросы, их нехорошие ответы дали. И у вас, я всегда говорил, так как я этнический азербайджанец, Азербайджан не без друзей. Ну это хорошо. В Европе, в современной Европе, тенденция движется в ту сторону, что Европа отворачивается от Азербайджана. То есть, как будто бы мы, не знаю, какая-то Северная Корея или какой-то Иран. То есть, к нам отношение такое, как к России, если так выражаться. Но возникает вопрос, против кого они там говорили. Там человек по имени Хейнс. Хейнс Хоген, по-моему. Хейнс Хогрин. Да, Хогрин. Они говорили про этого человека. Насколько мне объяснили носители языка, что этот человек инвестирует в Азербайджан огромные суммы. И во время деятельности этого человека товарооборот с Азербайджаном и Швецией вырос до каких-то больших объемов. И они из-за этого ругают этого человека, что почему он так делает, с Азербайджаном так нельзя. А что за человек Хейнс? Можете про него нам рассказать? И ваше взаимоотношение с этим человеком? Мистер Хейнс Хогрин, он очень большой любитель Азербайджана. У него есть друзья в Азербайджане. Я работал 20 лет под его руководством. И фактически была страна Казахстан, которую мы разработали с ним. Когда Швеция зашла в Казахстан в 2003 году, короткие информации. В 2003 году. В 2003 году. Инвестиций было ноль. Но когда мы вышли из Казахстана, руководство Светбанка поменялось. Там другие политические протекционизм Швеция ввела. Не Швеция, а новое руководство Светбанка на счет Казахстана. Далеко, ужасно, не знаем. Суть. Во время нашей миссии, конец, портфель Светбанка только был 700 миллиардов. Мистер Хейнс Хогрен, он председатель торговой палаты Швеции. И самый главный игрок в шведском правительстве на соцстраны в Восточную Европу. То есть 20 лет назад вы с мистером Хейнсом работали в Казахстане, инвестировали туда? Урон руководитель был. В государственной МФИЦе мой руководитель был. Многие проекты без него не могли бы продвигать. Потому что он сам в правительстве этому всему помогал. Потому что между Казахстаном и Швецией очень дружеские отношения пошли. Тактика оппозиции мистера Хейнса всегда в правительстве обоснуется на чем? Взаимобизнес, взаимопонимание, все строится на экономике. Мы становимся друзьями, мы становимся близкими. Открывается посольство, открывается посольство, дружим. Если этого нет, то появляется пустота. И в этой пустоте появляются вот эти пропагандисты, коммунисты, там не знаю кто. Парантез открываю сами. Они вообще большой вопрос мне к ним есть. Ихний бывший руководитель был Гудрун Шиман. Сидела в самом дорогом надклубе Швеции, кафе-опера. И выпивала 20 тысячные кроновые шампанские. Вопрос задается откуда? 20 тысяч кроновые. 5 тысяч монетов, одна бутылка. 5 тысяч только за одну бутылку шампанского? Да, и за один вечер. Вопросом богатый человек? Может быть интересы каких-то страны исполняют. То есть они, может быть, получили заказ на данные пропагандистские... То, что я и думаю. Потому что, слушая внимательно этот диалог, дебат, конкретных фактов, да, темными словами обзываются. Но где-то. Я сам вот нахожусь на территории Азербайджана больше двух лет. Большой у меня проект. Я не видел в вашей стороне то, что говорится там. Я живой пример. Расскажите, пожалуйста, вот какие были действия господина Хейнса, что привело ярость коммунистов, левых. Что он сделал с Азербайджаном такого? Сближает позицию Азербайджана. Он большой любитель Азербайджана. И он сближает Азербайджан. Азербайджан и Швецию. Именно Азербайджан и Швецию на почве экономики. Потому что у нас очень древние, очень 300 лет, сколько лет, 150 лет связи на Альфред Нобель, в семье Нобеля. Потом личный он любитель Азербайджана. И промышленность. Чем больше мы сближаемся, тем страна близко друг к другу культуру знает. И таких вопросов не бывает. Да, Азербайджан потерял, вышел позицию. Но это не проблема. Потому что если в Швеции это было, Азербайджан, надеюсь, как Швеция будет индивидуально всеми парламентариями работать, дружеские связи строить. Но, к сожалению, Азербайджан защищал только Украину, украинский депутат и немного, по-моему, болгарский со стороны Швеции или вообще других европейских стран. Значит, вам нужно много работать на этой отрасли, теми, чтобы сближаться с парламентариями. Это раз. Да, там критики тоже было. Когда атаковали Гейнса в дебате, и тогда парень из либералов сказал, хорошо, если в Азербайджане вам неприятно, то же самое Гейнса и Украину поддерживает в этой войне. И очень самые государственные все вещи делает. Этот человек промолчал. Аркутов не было. Потому что это, скажем, провокационная акция была 14 февраля, а совсем недавно президент Азербайджана Ихам Алиев встретился с президентом Украины в кулуарах Минхенской конференции. Они, конечно, этого не предполагали, но встреча Алиева и Зеленского напрямую показывает на то, что Азербайджан поддерживает Украину, а Азербайджан на стороне Украины. Что бы там ни говорили шведские левые про Азербайджан, что он какой-то пророссийский, поддерживает Россию и так далее, но Российский у нас северный сосед, и там проживает 3 миллиона азербайджанцев. Мы не можем оставить их без внимания, правильно? Правильно. И суть здесь в чем люди, когда многие говорят, вот международные отношения, это мое образование, я знаю 8 языков, в международные отношения вопрос в этом стоит, что все думают, что здесь почему так, почему так анализировать. Истинную картину никто не видит. Видят те люди, которые, вы сказали, они знают картину очень четко видят, и поэтому следуют. И некоторые, 90%, если не понимают, это не надо даже понимать, общую картину они не видят. Почему? Правильно я тоже посмотрел. Зеленский там в Мюншене сказал, это самый большой мой друг, поддержка у Азербайджана в Украине. И это было показано, доказано, что Азербайджан занимает нейтральную сторону. Азербайджанская политика, это тотально супер нейтральная политика, к которым идет, потому что Азербайджан находится геополитически, на месте Азербайджана. Если даже та же самая, швеция моя родина была бы, наверное, Мартром называют, это ужасный сон был бы, внизу Иран, наверху другой, очень тяжелый. Это очень сложная геополитическая ситуация, но при умелых руках эту геополитическую ситуацию можно использовать для блага государства так, что Швеция обзавидуется. Соглашаетесь? Конкретно. Даже я могу сказать, руководитель Азербайджана, очень, если бы я анализ сам сделал, кроме него, никто бы мне такое не смог сделать. Это в Швеции у нас, мой знакомый есть, в футбале Слатан Ибрагимович, когда они шутят, хорошо вещь говорят, как старый добрый итальянский футбол мяч девятку забивает, очень четко с первого раза, ювелирная работа. Будем надеяться на продолжение этой политики, потому что победа в Карабахской войне это не главное, главное удержание этой победы, а как мы видим со стороны Европы, очень много завистников этой победы. И у меня сейчас возникает вопрос по поводу отношений Азербайджана с Швецией. У нас нету Икеи, хотя Икея, как бы 20 лет назад появился в России. У нас нету... В Самаре когда открывалось, я посредственно переводил. Да, в России, да. Да, работал. То есть, таковых шведских марок, ну, Вольво у нас ездит, Вольво есть, ну, я не знаю, но нету таком количестве, количестве, как мы хотели бы, да. Полистарова у нас нету, электрических Вольво. Вот 20 лет назад, вы говорите, в Казахстан инвестировала Швеция, а вот 20 лет назад, где была Швеция, когда Азербайджану нужны были инвестиции. И я настолько знаю, посольство Швеции совсем недавно открыли в Азербайджане, до 2022 года посольства не было. Не было. Вот, вот это интересно, почему наши отношения так хромают, почему так поздно все делается? Интерес мистера Хейнса, я немножко из истории расскажу, это не секретная информация. Хейнс давно желал этого, даже в 2007 году некоторых бизнес-форумов было, в 2008 году ваш большой 40 человек, два министра, бизнесмены приехали. Не получалось. Но хорошо, что хоть в 2020 году, недели до вашей 44-дневной войны, наше посольство открылось, и мы указали, показали свое место на ковом стороне. Потому что общая суть шведского правительства, государства, Азербайджан, да это экзотическая где-то страна, мало информации. Но что такое? Альфред Нобель, Араш, Лорель, Евровидион, это все работает. И так, по моим информациям, все до сих пор ваши евровиде музыки у нас на территории Швеции пишутся. То есть записывается на шведских студиях записи? Или же шведские музыканты помогают вам. Первым был Араш, и после этого много очень хороших, хорошие дружеские связи пошли здесь тоже. Значит, все хорошо работает. Но нужно помочь. Да, большим фирмам нету. Я лично в Азербайджане занимаюсь одним большим проектом. продвигаюсь для Швеции, для Хейнса тоже это очень было бы хороший результат. Несколько больших проектов, несколько больших фирм, работа, контакты, чтобы спокойно мистер Хейнс тоже. Вот, пожалуйста, показал бы, работает все хорошо. В Швеции проживает по-моему, 5000 человек. 350 человек. Это малое количество. Что делать, чтобы из Швеции к нам тоже ходить? А я шведских туристов здесь мало или вообще нету их. Как заинтересовать шведских туристов, чтобы они к Азербайджану приезжали? Они через Россию не приедут, они прилетят. То есть, закрытые границы им не помеха. То есть, надо делать так, чтобы у нас на гуманитарной основе было взаимоотношение со Швецией, с гражданами. Не только с гражданами Швеции азербайджанского происхождения, но и с самими шведами. А что для этого нам надо делать? Я лично занимаюсь около трех лет уже одним проектом именно шведских наших туристов привлечения в Азербайджан, потому что не Россия, а граница между Азербайджаном и Тифлисом, там 60 километров. До пандемии я статистику грузин смотрел, 700 тысяч шведов посетил. Грузию? Да. Буквально нашу соседскую страну? Да. А почему к нам не ходят? Потому что меня не было таких шведских бизнесменов. Шведы немножко консервативных людей нет. Не любят. Чуть что видя новое боятся они. Но